Рак Здравствуйте Вещает Лабораторный центр лизера Мне интересно, а кто запустил вот эту тему Типа здороваться на трансляциях Начинать трансляции со слов Здравствуйте Я ни у кого раньше этого не видел А сейчас у всех По крайней мере на всех трансляциях Которых я видел Везде пишут Здравствуйте Даже у Паштехника Да, я не сплю Потому что Не хочется И я решил провести трансляцию Потому что По классике Чем позднее ты проводишь трансляцию Тем больше адекватных людей Пишут тебе в чат И меньше тупых долбоебов Это же так Классно Здорово Тебе понравилось, что я не пустышка по поводу зимней вишни Да не, просто Я сказал Пару слов в историях об этом и все Да, потому что Ну Как бы Остальные выводы Все сами вы должны для себя сделать Потому что Не знаю Ходить сейчас И агитировать Как-то это Не знаю Мне кажется, что Мне просто потом будет стыдно За то, что я Как ни крути Даже если это будет Исключительно Из каких-то лучших побуждений Это будет все равно Выглядеть Как будто бы Я пытаюсь Похайпить Короче На этой теме А это для меня Ну очень хуево Я не хочу так Вот Поэтому Поэтому Ничего больше Не хочу об этом говорить Просто Случилось, что случилось И И люди И все остальные Себя показали Не все С лучшей стороны К сожалению Так будет Всегда В Москве сейчас Час пятьдесят два Для вас вещает радио Паша Техников Меня мои рифмы устраивают Поэтому В том, что Поэтому То, что тебя не устраивают Мои рифмы Это Твои проблемы Оставайся со своими проблемами Наедине Бля Чуваки Вот серьезно Я не хочу вас Посылать нахуй Не хочу вам грубить Но Не пытайтесь Меня вывести На какую-то Агрессию Против Долбоебов Которые что-то делают Про меня Потому что Я не смотрел Никакие видео Я знаю В теории Что они выходили Но я их не смотрел Мне похуй Понимаете? Вы все ждете Что я начну Блядь Выебываться Вы ждете Что я начну Говорить Какую-то хуйню В ответ Писать в твиттер Блядь Какие-то истории Агрессивные Записывать Идите нахуй Не ждите От меня Этой хуйни Этого не будет Никогда Вы понимаете? Я просто Блядь Не воспринимаю Это Мне все равно Что люди Обо мне говорят Понимаете? Мне похуй Что они Обо мне говорят Даже если Я это и замечаю Я все равно Прохожу мимо Потому что Мне это не интересно Я не смотрю Это Не слушаю А вы Как просто Школьники Какие-то Тупые Агрессоры Ждете Что сейчас Будет биф О котором Напишут На рифмах И панчах Лизер Высказался О там Какой-то О хуйне Которая Его засрала Или там Отрывки Не знаю Трансляции Мои Где я на кого-то Въебываюсь Я даже не знаю Как зовут Чуваков Которые на меня Въебываются Зачем мы вообще Зачем вы пытаетесь Мне это показать Кидайте какие-то ссылки Зачем Я не понимаю Я не реагирую так На эти вещи Я не Не стану Блять Для вас Очередным Не знаю Объектом За которым Вы будете наблюдать Который выясняет Там всякие Там отношения С кем-то Я блять Не баба Чтобы своим языком Молодя блять Про кого-то Мне похуй А у всех У кого есть Вопросы Могут подойти Ко мне На улице На фестивалях На концертах Я не боюсь Никого Поэтому Если вам нужны Сплетни То Идите Блять На трансляции Своих Любимых рэперов Которые любят Блять Выяснять отношения Как бабы По этой теме Я все сказал Давайте поговорим О чем-нибудь другом Да Я очень умный Умнее Чем Многие В Нижней Да Да Не скажу Сколько песен Релиз будет Скорее всего В конце весны Нет Не будет Самый жесткий момент Не знаю Я не могу сейчас вспомнить Самый жесткий момент В моей жизни Наверное Был Когда я понял Что В мире Так много Долбоебов И Это никак Не изменишь Короче Вот Это был Самый жесткий момент В моей жизни Если тебе По кайфу Употреблять Наркотики И алкоголь То Я не буду тебе Ничего говорить Типа Это твое дело Бухай И употребляй Если ты захочешь Что ты бросишь Если тебе это нужно Я не знаю Я не Не хочу Людей как-то Отговаривать Короче Три самые потрясающие Книги На мой взгляд Бля Я просто Говорил уже Это где-то Но Мне реально Очень понравилась Книга Пролетая На Движдом Кукушки Кена Кизи Это Последнее Что мне Понравилось Ну типа Мне кажется Глупо Приводить В пример Буковский Хоть Мне нравятся Его книги Мне Нравится Мне очень Нравятся Женщины Но Типа Зачем Все о них знают Типа Смысла Никакого Не будет И Говорить Что тебе нравится Буковский Сейчас Как-то Стремно Короче Мне кажется А так Не знаю Я редко Короче Книгами Впечатляюсь Если честно Типа Я Обычно Начинаю Что-то Читать Мне Это Не нравится К сожалению Ну Двенадцать лет Рабства Я прочел Вот Прям Передо мной Книга Лежит Такое Себе Фильм Интереснее Намного А всякие Там Преступления Наказания Ну Типа Не знаю Мне Не очень Нравится Такое Классика Но Я не говорю Что это Говно Типа Кому-то Это нравится Нет Я не читал Войну и мир Как бы Я естественно Начал читать Но Не дочитал До конца Меня не хватило До конца Этой книги Слишком Все Там Там дохуя Еще французского Всякие сноски Снизу Я Когда я их увидел И когда увидел Сколько там сносок Короче Этого французского языка Я просто Забил хуй Мне так в лом Стало Я читаю Сейчас Знаете что Я читаю Сейчас Вот это Вот Вот так Не знаю У меня нет Любимых Исполнителей Я слушаю Много Музыки Тебе дочитать Но если ты можешь За меня дочитать То окей Бля Я метро читал Все просто Этого Именно Дмитрия Глуховского Короче Охуенные книги Мне очень нравится Типа Кто-то любит Кто-то любит Там Сталкера Я люблю Метро Вот эти которые Метро 2033 Метро 2034 Стрикала Бля Это Цветое Это нельзя трогать Никак вообще Куда ушла девочка Которая спросила Меня про книги С фейсом У меня все охуенно Мой братишка Фуллайф Вы вопросы Такие задаете Бля Нервы лучше Пошлой моли Дела у меня Дела у меня Заебись Пишу релиз В принципе Больше ничем Не занимаюсь Потому что У меня в телефоне Хуевый микрофон И я его Закрываю вечно И лучше Пусть будет Вот тут вот Короче Наушник Дарил Не могу Не подпевать Вот этой музыки У меня на Этих Как их Блять На разогревах Ну не на разогревах Но на этих сетах Короче И банах Которые перед выступлением Играют Все время Играют Стрикало Нервы Пацаны Которые были на концерте В Калининграде Слушали Ну вот такой Вот я Дагестанец Да Я недавно Короче Видел Появилась Какая-то Кавказская Порно Актриса И короче Типа Все Дагестанцы Узнали о том Ну кавказцы В принципе Узнали о том Что она Короче Ну что есть Такая девушка Порно Актриса Их национальности И ее там Вообще Убить хотят Пиздец Мне ее так жалко Ее хотят Просто Короче Уничтожить Нахуй Типа Ну да Порно Актриса Конечно Это не лучшая Профессия И я бы сам Не обрадовался Если бы Там не знаю Моя дочка Стала порно Актрисой Ну бля Это жестко Типа Ну Ну да Мне ее жалко Потому что Ну Это ее выбор Так-то Это ее жизнь Пусть делает Что хочет Типа Ну получилось так К сожалению Что ты сделаешь Убьешь ее что ли Я не помню Как ее зовут Я как бы Ее и не особо Защищаю Но Я бы хуй На нее положил Я не помню Как ее зовут Порнофильма Охуенная Группа Блядь Я скачал Недавно Их альбом Ну По религии Не принято Ну блядь Ну не все же Не все же По-моему Это единственный случай Когда Дагестанка Кавказская женщина Стала Порноактрисой Ну похуй Что бывает Всключения Ну Главное Чтобы все туда Не сиганули То В смысле Я не понимаю Я имел ввиду Совсем другое А вы Блядь Как-то переворачиваете слова Ну я Я не понимаю Кстати Если честно В чем кайф Быть порноактером Типа Ну ладно Порноактером Может быть Есть кайф быть Но порноактрисой Мне кажется Это жестко Типа Тебя ебут Просто все Блядь Ну типа Я конечно понимаю Что они там Воспринимают это Уже как профессию Ну ебать Вы прикиньте Блядь Если ты Телка Порноактриса Со стажем Таким Это же Пиздец Блядь Просто Ну ладно Слишком много Порнухи У меня в трансляции Мне кажется Мой инстаграм Заблокирует Потому что Мы в России живем Пизда Трек Lil people Lil pump Не знаю Братан Не Я не хочу Отращивать бороду Я отращу бороду Когда побреюсь на волосы Ну или хотя бы Просто буду С короткими волосами Это Охуенный трек Бля Ладно Мне жалко Вы так спрашиваете XXX Натасион Sad С восклицательным Знаком В конце Lil Skies Мне не нравится Типа Ну нет У него Red Roses У него реально Крутой трек Короче Все что остальное Выпускалось Мне вообще Не по кайфу Он какой-то белый Как бы это не звучало Из моих уст Но он реально Блядь Слишком белый Какой-то Челик Но я против него Ничего не умею Он типа Развивается Там У него на первом концерте Его в Лос-Анджелесе Что ли Да По-моему В Лос-Анджелесе Sold Out Там 12 тысяч людей По-моему Охуеть Типа Но это круто По-любому Главное Что он своего Добился Там Правда Фрешманы Меня конечно Не все устраивают Которые сейчас В Америке Но Бля Если они там Оказались Значит Они этого Заслужили Ну вот Смокперп Охуенный Пацан Не очень Ну типа Я допустим Не умею скримить Мне в принципе Скрим Не нравится В треках Я пока что Не могу Не могу Короче Привыкнуть К этому Не спорю Что это круто Но На скейте Нет На BMX Катал Блядь Отъебитесь От меня Со своими Пародиями Блядь Ничего я не смотрел Блядь Зуб даю Нахуй Че вы Блядь Доебались Хуйней Страдаете В натуре Если вам Если вы Блядь Если вам Хватает Мозгов Смотреть Только Пародии И угорать С них То Блядь Не завидую Вам Мне в принципе Пародии Не нравится Типа Я не вижу В этом Ничего Смешного Поэтому Зачем Вы вообще Мне спрашиваете Я Вообще Себя Ограничил От всего Не знаю От всего Что я не хочу Видеть Я не Сижу На каналах Которые Мне не нравятся На ютубе Не слушаю Музыку Которая Мне не нравится Не сижу На русских Пабликах Блядь Про рэп Уж тем более Блядь Не подписываю На чьей Твиттер Потому что Как раз Неохота Читать Чужие мысли И чужие Сплетни Поэтому Если вы У меня Что-то Спрашиваете Про русскую Индустрию И про то Что тут Происходит То вы Мимо Пацаны Серьезно Без шуток Я сейчас Не выебываюсь Просто Я реально Не знаю Что там Происходит Поэтому Сорян В Калининграде Кстати Охуенный Концерт Был Вот Было Много Людей Но В следующий Раз Будет Еще Больше Второго Братишка Да я Если честно Тоже По вам Очень сильно Соскучился Я просто Что-то Каждый день В делах Каждый день Со всякой Хуйней Разбираюсь Много Очень дел Появилось Вы себе Просто Не представляете Очень много Дел И Я рад То Что Появляются Дела Если Появляются Дела Это значит Что я Расту Что мы Растем Это означает То что У нас Еще Наше будущее Становится Все светлее И светлее Вот Поэтому Спасибо Что вы Верите в меня Потому что Я вот Допустим Не могу Просто представить Как так Вот Типа Вот я допустим Выпустил релиз Достаточно Не то Чтобы Давно Сколько Два месяца Назад Моя соло Вышла Там Еще Пару Треков И Забываю О чем Я говорил Вот Короче И это Очень странно То что Люди Тебя Слушают Каждый День Следят За тобой Каждый День Это Пиздец Как Охуенно Вот И Короче Спасибо Всем адекватным Людям Которые Меня Слушают И Поддерживают Реально Типа Которые С уважением Относятся К тому Что я делаю И к тому Что я говорю Это Охуенно То есть Не те люди Которые Меня слушают Потому что Я сейчас По хайпу А те люди Которые Реально Блять Топят Потому что Преданы Это Охуенно Ярослав Или не знаю Без Понятия Если в Киеве Сейчас По-моему У меня Два часа Ночи Два Два Двадцать Пятнадцать Два Десять Да не Я не стал Заложником Этого Просто Майсол Выполнен В таком Стиле И мне Как бы Хотелось Чтобы он Так звучал Типа Я Не тупой Я Как бы Понимаю Где у меня Похожи А где нет И Если я захочу Что-то Изменить Я Услышу Что Мой Трек Похож На что-то Мне это Не нравится Я просто Не стану Его Упускать И сделаю Новый Я Не Идиот Мой Папа Тебя Слушает С 2010 Я В 2010 Еще Мне В 2010 Было Сколько Мне было Лет Получается 12 Да Вот Сейчас Будем Слушать Крутые Треки Ну Калининград Да Там Час Разница Час Час Вроде В новом Альбоме Я так скажу Он будет лучше Чем этот Однозначно Я не собираюсь Сделать Такой же Звук Вот Но Моя задача Сейчас Как бы Я не считаю Что Правильно Делать музыку Для того Чтобы угодить Слушателю Иначе Потому что Это Будет уже Не твоя музыка А музыка Такая музыка Которую Хотят все Это глупо Но при этом Я Мне всегда Хочется Чтобы Слушая Мою музыку Удовольствие Получал Конечно Я Прежде всего Но В том числе И вы И удовольствие Не только Там От звука А именно От того Что слушаешь А именно От слов От Подачи Всего этого Чтобы вам Хотелось Жить Чтобы вам Хотелось Чтобы вам Хотелось Жить Чтобы вам Хотелось Улыбаться Чтобы Эти треки У вас Ассоциировались С лучшими Моментами В вашей жизни Потому что Не только с лучшими А вообще со всеми И с плохими И с хорошими Потому что Я вот сам Помню У меня Вообще Даже сейчас Промежутки жизни Какие-то Чем получать деньги Если ты Не получаешь Удовольствие Опа Это что за пацан Пришел Ща бро Я еще чуть Побазарю Иго Только не забудь Отправить Короче Вы поняли Меня Да Типа К чему я Все это Говорю Шутки Шутками Но Мои треки Будут поддерживать Детей Людей Взрослых И маленьких Всех И это Максимально Круто Да не будет У меня фита С техником С чего-то Вообще Взяли Что у меня Будет с кем-то Фит Русский Менталитет Это Русский Менталитет Я не играю Пока что Но я учусь Техник Техник Очень интересный Персонаж Бля Ебаный Врод Чуваки Хватит Меня это Спрашивать Я общаюсь Только с Серегой Хусейном И с Ваней Фейсом Остальных Вы просто Не знаете Поэтому Нет смысла Говорить И вообще Друзей много Не бывает А тот Кто дружит Со всеми Не дружит Ни с кем Истина Жизнь Что подвигло Тебе на музло Ничего Меня зовут Арсен Я не пишу Биты Но я В этом Плане Тоже Постараюсь Развиться Да Да Охуенная песня Что ты думаешь Об аниме Мне кажется То что Аниме Улучшает Наше здоровье Наше психологическое Состояние И вообще Если ты Смотришь Аниме То И хочешь В качалку То Коктейли Вот эти Которые С белком Они тебе Не нужны Просто Смотри Аниме И будешь Сильный Как я Дальше Тебе там Это Сделай Все По кайфу Да Пиздея Слабоэлов Конечно Очень много Нет Не будет Блять Отбестись От меня С этим вопросом Не будет У меня фитов Давай Братка Я не буду Менять Прическу Потому что Она Мне Нравится И мне Похуй Что ты Думаешь Так Диджей Симбиотик Тут Меняй Говорю Сука Бля Я сам Голодный Кстати Пиздец Блять Куда делся Диджей Симбиотик Бля Мне кажется То что Суда Короче Короче Такая Тема Я вот Заметил Ко мне На трансляцию Заходят Кавказцы Узнают Что я Тоже Кавказец По-моему Они созывают Сюда Еще большую Толпу Кавказцев Которые Заходят Сюда Чтобы Оскорбить Меня И это Ебать Как смешно Просто Пиздец Пиздец Это очень смешно Типа Наблюдать Я так Угораю Пиздец Не Хач Это Хуевое Слово Ну Просто Это Смешно Реально Чисто Эти ОПГ На беге Ёпта Задудосили Меня Пацаны Бля Помню Эту Тему С дудосом Когда Еще В Джелинг Царил Да Конечно Мания Величия Блять Я Вижу Блять Сколько Тут Долбоебов Это Нимание Величия Называется У вас Странные Понятия Не Забывайте Что Вы На Моей Трансляции И Просто Осознайте Что Вы Выебываетесь На Меня В Моей Трансляции Подумайте Просто Об этом В Уфу Когда-нибудь Поеду Осенью Наверное Скорее Всего Потому Что Я Недавно Там Был С Флешем Да Мне Кажется То Что С 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 Много Больше Бля Ебать Я Промотал Я Хочу Чтобы На Меня Выебывались Подстрекало Так Смешней Был Был Ахуя Трек Я Не Ухаживаю За Волосами Да Все Забейте Я Просто Ой Это Девочка Которая Спросила Меня Про Книги Я Короче Кинул В чат Всех Чуваков Которые Тут Въебывались Поэтому Забейте Хуй Долбоебы Будут Всегда Я же Говорил И Ты Тоже Иди Нахуй Моей Музыке 19 Лет Да 19 Лет Кстати Это Не Много Если Че Никак Не Отношусь Ни С Кем Весь Релиз Будет Сольный Поэтому Не надо Ждать Никаких Совместных Работ Реально Буду Я думаю Что даже Короче Через минут Пять Пойду Спать У меня Музыка Детская Пацаны Хотят Жести Пацаны Хотят Трила Пацаны Хотят Рэпа А я Им Его Не Даю Поэтому Мы С тобой Фит Не Запишем Лизер Фэмили Это Мои Ребята Всегда Готов Передать Им Привет Потому Что Это Блять Мои Мальчики И девочки Мои Пацаны И девчата Там Сидят Самые Охуенные Преданные Люди И Я захожу Туда Частенько Я Вас Люблю Вот Видите Что Такое Настоящая Любовь Это Не Всякие Ваши Там Рэпы Всякие Вот Это Любовь Девочки И Мальчики Думаю Что Меня Все Так Слушают Мальчики Это Какая-то Часть А в том Что Меня Слушают Девочки Я Не Вижу Ничего Плохого А Что Я Делаю В Пол Третьего Я Блять Собирался Спать Уже Два Раза Вообще Вообще У меня Дома Всегда Играет Только Стрикала В основном Но Иногда Я могу Позволить Себе Немножко Рэпа И Тони Русского Добря Я Везде Везде Буду Я Везде Приеду Всех Навищу Нет Не Курю Кальян Я Не Люблю Кальяны Я Не Люблю Ходить С Хвостиком Что Там Какой То Интересный Вопрос Меня Спрашивали Я Его Попустил Ладно Вот Ты Любишь И Отходит Депрессия Ну Хорошо Когда Ты Любишь Как Я Пришел К Тому Что Начал Слушать Стрикала Блять Прикинь Тихо Колонка Вылетела Короче Это Охуенная История Потому Что Блять Просто Ее Нужно Знать Я Короче Давал Концерт В Калининграде Не вот в этот раз И вообще И не в прошлый даже В самый первый концерт В Калининграде В клубе Ялта Короче Концерт Кончился Мы пошли в гримерку Я По-моему Накурился И Вышел К Барменам Которые Там были Или пьяные Я был Я не помню Короче Вышел К Барной Стойке Которая Стоит В конце Клуба И чуваки Там Чего-то О чем-то Общались Я с ними Разобщался И Они Короче Включили Последний Последний Этот Релиз Стригал Развлечения Я до этого Знал То что Он Поет Там Только Всякие Всякие Песни По Типу По типу Там Мама Яги Папа Ягей И тут мне включили его последний альбом, и я такой ебать, охуеть просто, и начал слушать вначале только последний альбом, потом послушал Смирись и Расслабься потом послушал часть чего-то большего, и все, и пиздец я, мое настроение просто вот такого изменилось на вот такое хоть и внутри мне очень тяжело и жестко сухо и серо, но я все равно держусь и знаю то, что моя улыбка на данный момент, по крайней мере это улыбка на ваших лицах и это заебись пока что это так и это заебись, может быть когда-нибудь уже и не будет так но когда-нибудь, зато сейчас все заебись вся охуенная тема вот я заметил, как я ее развил да влюблялся я вам скажу, что любовь это очень круто и советую всем любить если, конечно вам случай позволит я общаюсь только с не шейдил дракилом вот он хороший нет, не люблю футбол типа не то, что не люблю я просто не смотрю его да, у меня все заебись с ним да, помогаю это, по-моему, вообще должны быть первые люди которым ты должен помочь деньгами это это твои родители потому что родители это святое нет, не общаюсь полюбишь, а тебе растопчет ну тогда в принципе я не знаю типа тогда же можно вообще не любить типа все время осторожничать все время пытаться никому не доверять не знаю все время видеть в чем-то подвох типа люби, похуй ну будет больно да, я понимаю бывает больно но это нормально конечно ничего хорошего нет в том что тебе бывает больно но нельзя бояться любить нельзя бояться говорить что ты любишь что ты хочешь быть человеком нельзя бояться делать добро людям типа конечно всегда будут такие моменты когда тебе будет неприятно когда тебе будет больно из-за людей просто делайся мудрее и умнее вот тут у себя в голове Кирилл бледный пиздатый пацан почему вас так волнует с кем я общаюсь вас не должно волновать с кем я общаюсь мне его разбивали да в тур осени наверное приеду я не знаю будет но очень не скоро в смысле такой как я говорю семье что такого в том что я говорю о семье семья должна быть на первом месте для всех это факт в осетии думаю вряд ли ебаться весело но тебе это быстро надоест да я женат я женат я разберусь со своим разнообразием без вас окей и сам разберусь что мне петь и о чем поэтому можешь мне ничего не советовать как относишься как относишься к говну что скажешь о моче блять я буду задавать этот вопрос очень многим как относишься к говну что думаешь о моче да вы меня просто убиваете своими блять высказываниями тролли ебаться на футчане насиделись в своем вонючем и пытаетесь меня тут затроллить думаете я не сидел на футчане когда мне было 14-15 лет я сидел там я сидел там я знаю за все ваши шутки за все ваши тон за весь ваш тонкий юмор черный юмор я все это прошел и когда земля и пухом умерла Анфиса Чехова не, не Анфиса Чехова как ее звали блять Жанна Фриске я тогда тоже был на МДК в комментах и страдал там хуйней поэтому как бы я через это все прошел и это ничего хорошего поэтому пытаюсь вам сказать что в этом нет ничего хорошего вам это надоест к 18 годам и вы поймете что вы были глупоебыми правда к сожалению наверное это не ко всем в голову приходит и не все к этому приходят ну это было смешно тогда да но потом я просто у меня типа знаете вот это вот чувство любого школьника который сейчас шутит про Кемерово там или вообще про что-то то есть я когда происходили такие вещи как вот смерть Жанна Фриске и других людей или что-то плохое я тоже всегда хотел написать в комменты там какую-нибудь хуйню про это типа ой там типа еще одна там какая-то тварь сдохла чтобы у всех подгорела и мне доставляло это удовольствие я писал я писал в конфу своего класса писал в комменты подслушанно своей школы всякую хуйню чтобы у людей подгорало всякую хуйню типа там доебывался что-то говорил про фашистов что-то вот это вот все я знаю что это такое и я прекрасно понимаю что это такое и когда я вижу сейчас это ну я смотрю на это типа ну и нахуя ты это делаешь чувак это же типа ну не круто тогда конечно я понимаю прекрасно короче почему люди так делают почему они сейчас шутят так почему школьники так шутят потому что они хотят чтобы просто тут сейчас фотки скидывают не очень хорошие со мной короче вот я знаю что это такое это черный юмор и поэтому мне реально не советую вам так шутить потому что вы вырастите и пожалеете просто о том что вы так шутили я вот жалею например да зачем шутить про это какой смысл вообще типа понял что никакого смысла нет в том чтобы шутить и ждать пока у людей подгорит чтобы тебе сказали шо как ты можешь это же аморально когда я так шутил я как раз настраивался именно на это я ждал пока мне напишут как вообще можно про это шутить это же аморально а я такой соси сука вот так вот бля если тебе не нравится слушать мои блять истории то пошел нахуй отсюда что ты тут делаешь вообще не знаю в чебоксары может быть приеду у меня не будет ни с кем фитов не хочу ни с кем фиты поэтому я пишу рэп про то что хочу но вот видишь да тебе стыдно и это вполне нормально типа просто когда ты вырастешь и когда тебе будет уже 18-19 лет и ты если ты реально вырастешь короче поумнеешь то тебе будет стыдно очень за весь этот свой троллинг и вот эту вот хуйню типа я помню раньше еще были модные шутки про Аллаха шутки про всю вот эту хуйню про Коран я вот помню когда прям вэппанк еще был популярным вот я вот в то время был как раз таким школьником ну потому что это нормально у всех присутствует я стыжусь но я не жалею об этом я через это прошел и как бы мне стыдно да но я не жалею потому что если если бы я это не прошел я бы не был сейчас этого опыта короче альбом под гитару ну подождите когда я буду на ней действительно хорошо играть тогда и будет вам альбом под гитару то есть я когда-нибудь я напишу свой альбом собственный альбом большой буквы который можно будет назвать альбомом а не просто трэп релизом там или чем-то еще когда-нибудь это будет через год через два я не знаю но это будет я работаю над собой каждый день во всех планах и в умственных и музыкальных и физических и вообще во всем абсолютно и все будет заебись поверьте мне просто все будет охуенно нас ждут просто вершины пиздец я это знаю я это чувствую просто мой путь только начался и это правда и мне блять только 19 лет что охуенно просто 19 лет через две минуты кстати трансляция кончится потому что трансляции можно проводить максимум час пиздец я бы хотел оказаться где-нибудь у океана с такой прозрачной водой как на фотографиях чтобы вот так вот лежать так поднять голову понять что у тебя не ловит интернет и ты не можешь зайти в контакт чтобы увидеть какого-нибудь долбоеба очередного и такой поворачиваешься справа лежит такой сок какой-нибудь пиздатый апельсиновый ты такой отпеваешь такой ах бля вот это охуенно а потом взять пистолет и застрелиться чтобы никогда не уезжать из этого места обратно нет вряд ли короче люблю вас всех я буду почаще проводить такие трансляции вот всем сладких снов пизд 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 пизд